Сегодня нам на почту надходят листы, где вы скаржитеся на шахраев. Щоразу афористы разные, а схемы одни и те самые. Мы смоделировали 5 самых популярных сейчас схем разводов. Как с помощью розеток, кошелька, машины, валюты и телефона у вас легко выманят деньги. Смотрите очень внимательно, чтобы не попадаться. Артур Зыков. Дальше. И записывайте. Выходя каждый день на улицу, вы рискуете стать жертвой мошенников. И я сейчас не говорю про подрезание сумок на базарах или вытаскивание кошельков в маршрутках. Нынче же аферисты стали куда более изощренными. Я составил рейтинг самых популярных на сегодня разводов в Украине. Итак, на пятом месте наиболее старый и тем не менее не теряющий своей популярности способ. Для следующей аферы мне понадобится наивная, но ласа до чужого майна. Жертва, кошелек набитый деньгами и крайне дерзкий напарник. Девушка, извините, это не вы потеряли кошелек? Нет, не мой. Извините, мне показалось, что это ваш кошелек, он только что выпал. Ой, тут, извините, деньги есть. Нет, вроде их. Не ваш, нет? Нет, хотелось бы, конечно, чтобы был мой, но... Я не знаю даже, что и делать, и не мой. И тут я предлагаю абсолютно неожиданный подарок, судьба. Так, слушайте, может быть, мы с вами, ну, не знаю, давайте отойдем. Ну, кому его, милицию нести, чтобы они себя оставили? Давайте, ну, поделим, я не знаю. Ну, я себе не могу забрать, я... Давайте, у меня нет хозяина, да? Ну, а где хозяин? Ну, нет хозяина. Вот я, я думал, это ваш. Ну, идемте, потому что здесь... Давайте. И мы идем в укромное место. Тут уже просто немало денег. Ну, давайте пополам, честно. Ну, что я... Давайте, по-честному. Да, сегодня хороший день. Вот, я вроде это пополам как раз. Да. Вот. И как только у девушки в руках появляется кошелек, а у меня половина суммы, в игру вступает третий персонаж. О, ребята, что за дела? Э, мой кошелек. Вот, девушка, я не знаю. Что такое? Это... Нашел. Сапуренький, какой нашел бы... На этом моменте я абсолютно плавно, интеллигентно и ненавязчиво покидаю эту компанию. Что ты на меня смотришь? Деньги давай, тут не хватает. Я не брала деньги. Три штуки не хватает. Мне просто дали в руки кошелек. Я не брала твоему пареньку, который на педали набрал. Я его первый раз вижу, это он забрал кошелек. Ты же, что ты смотришь? Что с кабину дам? Что с глазами смотришь круглыми, б***ь, на меня? Давай, лови остальное. Я не брала, это парень забрал. Может, мой парень, лови, какая разница? Это не мой парень, я его первый раз. В общем, исход этой истории крайне печален. Девушка, не получив ничего, еще и возмещает из своего кошелька то, что я успел умыкнуть. У меня нету столько денег. Давай сколько есть, б***ь. Сейчас, где искать теперь твоего паренька? Все, б***ь, хорошего дня. Доллар нынче удовольствие дорогое, да и в дефиците, а для мошенников это просто манна небесная. И в этом вопросе у меня есть знающий человек. Владимир. Добрый день. Какие основные уловки меня вы делаете для того, чтобы заполучить кровные денежки? Допустим, у вас есть 100 долларов, да? То есть мы... Есть. Вот видите, я беру у вас этих 100 долларов, да, и проверяю на предмет подлинности, правильно? Вот я рассматриваю, вы тоже можете меня обмануть, я тоже честный человек, а вы вот пришли, аферисты, обманываете. Я проверяю, да, аккуратно. Ну, вроде бы, да, вроде бы. А, ну, извините. А, б***ь, показалось, честное слово. Ну, в принципе, нормальные. Давайте, наверное, отойдем куда-то в сторону, пожалуйста. И вы мне их отдали? Да, и я вам отдал, но только я вам отдал фальшивые 100 долларов. Ага. А, а не у меня. Я сделал просто импровизацию. И вы на нее повелись. Не зная об этом, вы отключились, а этим временем я поменял. Я просто убрал руку. А когда я ее уже преподнес, то 100 долларов... Ну, это было четко сделано, абсолютно. Спасибо. Хорошо. Что есть еще в варианте? Вы продаете 100 долларов. Я вам там отчитываю, ну, да, условно, да, там, определенную сумму. Я вам даю в руке, пересчитайте. Так, я пересчитываю, пересчитываю. Вы реально еще раз пересчитываете. Извините, можно я еще раз пересчитаю? Так. Вроде бы я вам дал или меньше, или больше, ну, в зависимости там от вашего умного лица. И я начинаю опять пересчитывать, да. Так и да, действительно, та сумма. Да, извините, я просто ошибся чуть-чуть. Ага. Вот. А этим временем, когда я вам отдаю, но это я сейчас отвлекся, да. Когда я вам их отдаю, у меня остается в руках еще сумма. Может такое официальное обменнике происходить? Ну, знаете, я вам хочу сказать, все может быть в этой жизни. Я даже знаю такие примеры, когда открывали там однодневные обменники. Они стояли ради большой суммы. Когда большая сумма, к ним подошли и большую сумму хотят поменять, они, естественно, меняют. Вы знаете, там окошечко маленькое и так далее. Они берут эту сумму и тут же через черный вход уходят, и все красиво. Сейчас я попробую любыми способами попасть в чужую квартиру. Сейчас ходокам с фильтрами для воды вход уже закрыт. Но есть в народе неисчерпаемый источник доверия. Это работники ЖЭКа, проверяющие счетчики. Дед моим дверь открывал, отец моим дверь открывал, и я открывать буду. Что там? Показания счетчика. Дед моим дверь, пожалуйста. Здравствуйте. Показания счетчика, пожалуйста. Еще в связи с тем, что сейчас большое напряжение на электросеть, мы проверяем количество розеток в квартире. У вас какая квартира? 87-я, да, у вас? Да, да. Хорошо. Давайте, пожалуйста, глянем у вас количество розеток. Так, сука, у вас здесь одна, да? Раз. На кухне можно посмотреть, да? Да, у вас есть. Спасибо. Ну, в общем, люди наивные, как не знаю кто. Схема работает абсолютно элементарно. Покажите розетки. Ну, что я вам скажу. Если вы не хотите, чтобы вашим имуществом завладел какой-нибудь мужчина в черном, спрашивайте документы и рабочее удостоверение у тех, кого впускаете в свою квартиру. А, деньги забыл. Ходят по домикам людей похилого века, представляются социальными працівниками и предлагают помощь. Треба быть очень внимательными и убережными, и в любом случае незнакомых людей не пускать в квартиры. Потому что у нас есть случаи, когда они просто заходят в квартиры, хозяев зв'язывают, натягают мешки на голову. Телефонный терроризм. Только если еще год назад вам по телефону говорили, что ваш близкий попал в аварию или задержан милицией, то сейчас все куда более цинично. Представьте себе ночь. Вы невинно спите в своей постели, ничто не предвещает беды, и тут звонит мобильный телефон. Вы поднимаете трубку, а там грубым мужским голосом вам говорят о том, что муж, который сейчас служит в АТО, попал в плен террористов. О боже! О боже! Они требуют выкуп. Если вы в течение часа и заплатите 8 тысяч гривен, его казнят. Тут у меня нет таких денег. Если у вас нет таких денег, его вам пришлют по частям, и вы встаете с постели, рыскаете по полкам, и берете последние деньги, и выбегаете из квартиры. И вот вы уже бежите по улице, в сторону банкомата, чтобы отдать последнее аферистам. У 2015-го року до столичної міліції надійшло понад 80 заяв від громадян, які стали жертвами саме, наприклад, телефонних шахраїв. І порушено 32 кримінальних провадження. По-перше, не потрібно одразу панікувати, потрібно уважно вислухати людину, зрозуміти, що вона говорить, і одразу повідомити правоохоронців. Такий спосіб є можливість і вирухувати телефон, з якого дзвонили люди, і навіть прийти на зустріч і допомогти правоохоронців затримати цю особу. Для цієї фіори вам понадобиться плакальщица і невнимательний водитель. Щас я все продемонстрирую. Ми з моєю напарницей нашли жертву і стоїм, делаємість, що бісідуєм, жодемо, поки автомобіль начнє здавати назад. І як тільки водитель начнє движення, тут же бросяєсь під колєсо. Ви куде їдете? Ви в церкалах смотрите! Що случилось? Боже, мужчина, простите! Куда ти їдеш, мужик? Я не заметив. Скоро, скорою вызватися! Я просто не заметив. Мілицію вызватися! Ну, така мілиція! Куда ж ти їдеш, мужик? В общем, плакальщица ділаєт своє діло, мусіна починаєт переживати, і я чувствую запах діня. Коє заплатиш ти мені рєбра? Командир, пішуй. Це мало, ти знаєш, скільки щас медицина стій. Це на мілицію. Ох, извините, простите! В общем, діньо вже у мене, суетиться плакальщица, а водитель потихоньку садиться в машину, і ми уходимо! Адекватний водій, він має залишатися на місці і спокійно реагувати і викликати самому, самому швидкодопомогу і міліцію. Так як доктор фіксує у мене в лучшем случае ушиби ще недельної давності. Дякую за перегляд! Надеюсь, тепер ви не позволите вести себе вокруг пальця. Дякую за перегляд! Це не все способы умокнути ваше денюжки, так що будьте бдительни! Ай, братуха, дай позвонити! А, извините, забыл телефон дома. Вот так, забыл, наверное, не знаю, проверю.